МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В наш город, не она, разумеется, ее организаторы, нам расскажет научный координатор проекта «Сокровища музеев России» Иван Привалов. Иван, доброе утро. Доброе утро. Итак, вы успели мне рассказать о том, что эта выставка связана непосредственно с историей России, поскольку она такой дочерний проект парка «Россия – моя история». Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а в связи с этим, какие художники были отобраны для выставки? Естественно, для того, чтобы максимально широко познакомить посетителей с историей живописи, нужно было проявлять, с одной стороны, имена, которые знакомы каждому с детства. Это, конечно, и Шишкин, и Айвазовский, и многие другие художники, такие как Левитан, Куинджи. Ну, наверное, я устану всех знаменитостей перечислять. А с другой стороны, конечно, все-таки нужно заполнить те ниши, которые выпадают из общего поля зрения, и поэтому появляются, может быть, не всем, за исключением специалистов, знакомые имена, такие как Сергей Виноградов, Исупов. Ну, опять-таки, наверное, эти имена мало кому чего скажут, но только до того, как посетят выставку. Ну, вообще, как правило, пермики очень интересуются художественными выставками. Вы знаете, какая у нас галерея, и я знаю, что поскольку у нас краевой музей, краевая галерея, и точно так же областные краевые музеи, галереи поделились своими работами для этой выставки. Откуда собирали работы? Работы откуда только не собирали. Именно уникальность проекта заключается в том, что музеи со всех концов страны открыли свои сокровищницы. 17, да, я посмотрела, 17 музеев России. 17 музеев – это только то, что будет выставлено у вас в Перми. Вообще, для проекта было привлечено свыше 50 музеев из 40 регионов страны. Итак, вы не просто куратор, научный координатор, то есть человек, который определяет, скажем так, глубину восприятия нами этого проекта. Скажите, пожалуйста, что хотели бы вы донести до зрителей этой выставки? До зрителей очень хочется донести, во-первых, конечно, любовь к отечественной живописи, а любовь, она, возможно, только через знание предметов, в которые ты хочешь влюбиться. Но, во-вторых, конечно, все-таки российская живопись, она, может быть, даже больше, чем какая-либо другая мировая живопись, связана напрямую с тем, что происходило в нашей стране в последние три столетия. Вот как раз эти три столетия охватывает выставка, потому что самые первые работы датируются концом 17-го, началом 18-го века, а самые близкие к нам – это 80-е, а иногда даже и 90-е годы 20-го столетия. И, конечно, вот эта смена направлений, смена течений, тематика произведений, она очень часто определялась именно важнейшими историческими вехами в нашей стране. Иван, скажите, пожалуйста, означает ли это, что ведущие экскурсии будут много внимания уделять непосредственно историческим событиям в своих рассказах? Может быть, не очень много, но, пожалуй, наверное, самые важные вехи, самые интересные – там это и Петровские реформы, и отмена крепостного права, и, конечно, революционное движение, и, безусловно, может быть, более близкая нам, людям, живущим в начале 21-го столетия, тема уже хрущевской оттепели, тема брежневских перемен, а может быть, даже некие перестроечные движения. Все об этом, конечно, экскурсоводы наверняка будут говорить, но в любом случае их рассказ, он всегда будет, я думаю, индивидуален и очень интересен. Конечно. Мне кажется, что это хороший вариант для, например, начала знакомства с русской живописью, если дети, может быть, подростки не очень этим интересовались ранее. Я права? Я думаю, да, потому что одна из задач проекта состояла именно в том, чтобы привлечь неискушенного зрителя, именно рассказать практически на пальцах для самых начинающих, находящихся только на старте вот этого пути к познанию русской живописи. Все самое интересное – заинтересовать, влюбить, чтобы дальше человек там, может быть, от этой не очень большой, но от этого не менее интересной коллекции, в 50 полотен, мог зайти дальше непосредственно в основную экспозицию Пермской галереи, которая, естественно, очень интересная. Я вот только сегодня как раз прошелся, посмотрел и был, ну, очень приятно удивлен. И, конечно, у нас, как выясняется, каждый город может похвастаться очень значимыми вот такими жемчужинками, которые, в общем, в итоге составляют сокровища музеев России. Безусловно. Иван, спасибо большое. Желаю, конечно, на этой выставке большого количества посетителей, а вам приятных впечатлений о нашем городе. Спасибо. Вам, уважаемый, напоминаю, что выставка «Сокровища музеев России» начинает свою работу 21 августа, пробудет в нашем городе в стенах Пермской художественной галереи до 29 сентября, и экспозицию можно посмотреть совершенно бесплатно.